Их работа и опасна, и трудна. 5 октября службе уголовного розыска МВД России исполняется 100 лет. В этот день в полиции округа чествовали ветеранов ведомства, а также действующих сотрудников. Им вручили нагрудные знаки и медали в честь юбилейной даты, а также отметили почетными грамотами и благодарностями за добросовестное исполнение служебных обязанностей, профессионализм и личную дисциплинированность. Погони, допросы, расследования. Они раскрывают самые сложные преступления от краж до убийств. Только с начала этого года сотрудниками уголовного розыска Ниньского округа задержано 177 преступников. Как считают оперативники, Заполярье – это особая территория, и нести службу здесь сложнее. Но, несмотря на сложности, чаще всего с поставленными задачами справляются. Есть, естественно, ряд специфических особенностей, связанных с труднодоступностью, удаленностью населенных пунктов, отсутствием развитой инфраструктуры, транспортных сетей. Но сотрудники с ними справляются, преодолевая их. В зимний период времени добираются до места происшествия с использованием снегоходной техники. В летний период времени – это авиасообщение. На местах происшествия приходится надеяться на собственную интуицию, смекалку, на свои собственные силы и сотрудника, который находится с тобой рядом. Умение анализировать ситуацию, перевоплощаться, принимать быстро, порой неординарные решения, при этом оставаясь верным себе и своему долгу – это лишь часть тех качеств, которыми обладает настоящий сыщик. Так считает и Александр Долгов. В профессии он 15 лет. Преемственность является одним из основных принципов для зарождения, так скажем, хорошего сыщика. Пенсионеры, которые прошли определенный путь разыскной деятельности, безусловно, помогают. И в настоящее время подсказывают молодым сотрудникам, какими качествами должен обладать настоящий профессионал, настоящий сыщик. Ветеран уголовного розыска Алексей Попов не один десяток лет отработал в органах. Сейчас охотно делится опытом с молодыми сотрудниками. Как считает бывший сыщик, настоящий оперативник – это универсал, которому все по зубам. Его прямая работа – раскрыть преступление и задержать преступника. Для этого требуется не только умение быстро бегать и отлично стрелять, но самое главное – найти психологический контакт с человеком. Прежде чем разговаривать, надо потенциально это соцветить, надо с ним психологический контакт остановить. Вот это самое сложное. Если, допустим, человек пожилой, посещали один из вариантов, обычный. Здравствуйте, я оттуда-то. Вы ничего тут не слышали, не видели, что у вас тут произошло? Так никто ничего не скажет, как правило. А если поинтересовались здоровьем, то мы-то сами, как у вас, соседи, туда-сюда, и потом подвести к интересующему вопросу, то, как правило, всегда людей помогают. Работа сотрудников уголовного розыска очень опасна, но чрезвычайно необходима. Хотя и не всегда видна обычному человеку. Сотрудники этого подразделения одни из первых встают на пути у преступников, охраняя жизнь и покой жителей и гостей округа.